всем привет я получил две посылки вот это первое здесь лот номер один и вот эта вторая это лот номер два и предлагаю вам посмотреть на новенькие приобретения что у нас тут что нам тут прислали вот такой вот здесь получается номер 480 из аукционного дома роджер джонс так и здесь у нас три коробки это на самом деле два лота в одном лоте будет одна ручка в остальном все остальное и все эти три коробки получается из одного получается лота тут у нас а вот как раз вот 401 это второй лот из одного дома и и посмотрим эту ручку посмотрим последнюю вот единственное что за вот это все я покупал ради одной ручки которая должна быть вот здесь но тут я уже вижу помарочки видите здесь уже порвано мне такое не нравится и на самом деле ручка я сначала сделал ставку выиграл а потом начал детальное смотреть фотографию на которой я это все увидел и уже увидел проблемы потом вот но все на пришлось заплатить сейчас вам все покажу давайте сначала вот это тут тоже что то есть такую ручку вы у меня уже где-то видели это леди шафель к сожалению еще гривировка здесь сам лак хорошем состоянии и здесь тоже все хорошо здесь мы нажимаем и у нас тут вылазит вот такой вот рефил кстати видите не заходит обратно что-то там неправильно посмотрим позже сама коробочка такая нормальная посмотрим может быть ее оставлю так и так что у нас здесь вот это это ноу нонсенс слегка прозрачный такой должно быть стальное перо вот у нас эфочка italic made in usa ну ладно это недорогая ручка я думаю фунтов 5 можно оценить плюс-минус может и за 10 продаться а можно и за 5 очень долго продавать посмотрим как получится вот это более-менее ручка интересная у нее такой я бы сказал яркий красный цвет это я думаю примерно 90-е года и это скорее всего у нас шафер триумф уже более такой современный вот здесь написано шейфер made in usa и тут у нас да здесь у нас стальное перо шейфер такое вот в принципе нормально это картридж пен такого цвета у меня никогда не было и это в принципе интересный но по моему я вижу проблему видите черненькая вот это по моему трещина и это уже опять плохо но я уже после того как я уже увидел что здесь ручка не сам хорошем состоянии то есть ну это не самый лучший лот у меня получился вот это у нас тоже шафер и это у нас получается империал и по моему номер один да это империал один здесь у нас стальное перо маленькое такое спрятанное вроде перо неплохое думаю неплохая ручка но она тоже недорогая фунтов от 10 до 20 примерно здесь у нас вот такой вот он еще заполненный вон там все двигается эта ручка заполнена и можно есть прям сразу писать и у нас тут большая была коробочка такая да коробка нормально здесь внутри есть что-то здесь внутри есть бумажка и рефил будет такая коробка мне не нужна она современная в принципе и покупал вот этот лот три коробочки я ради вот этой ручки и ради этой коробочки но к сожалению мы видим вот здесь вот такие неприятности и меня это не радует но и ручки я так понимаю тоже будет не самое лучшее значит вот это у нас вот такая вот ручка и это тоже леди шейфер вот такая вот интересная ручка я собираю леди шафер и и к сожалению такой у меня нету я хотел чтобы у меня такая была но к сожалению есть проблема проблема видите как здесь сильно слезла я не знаю это по золото вот это покрытие видите здесь она абсолютно потеряна и также на колпачке есть вообще такие повреждения сильные а вот это скорее всего произошло из-за колпачка если мы колпачок наденем сюда вот и как раз вот она стирается все то есть ребята которые используют колпачок вот сюда вот будьте имейте в виду что вот так вот одевая вы наносите вот такие повреждения 1 2 раза сделайте не заметите а после 1 2 года использования вы увидите результат ваших действий и здесь вот такое вот у нас перышко шейфер юэсэй я думаю что но не золотое ну хотя кто знает не видно особо вот это тоже картридж пен если мы здесь открутим у нас вот здесь такая штучка до рефил одевается закрываем и работаем эта ручка примерно из 70-х годов симпатичная вот хочу коллекцию таких собрать у меня есть несколько всего лишь таких разных около 17 штук у меня на данный момент есть 2 было раньше у меня и больше но как-то я сначала собирал сначала начинал собирать потом забросил продал все потом опять начал собирать и на данный момент у меня только две хотя было бы наверное уже много вот такой у меня нету ну и к сожалению не будет придется эту продать в таком состоянии я оставлять себе не хочу вот это значит у нас идет сюда коробочка кстати тоже классная интересная но к сожалению мне такой вот не нравится поэтому пока отложим и вот это самое главное почему я ставил вообще это все сейчас вам покажу это я называю жемчужиной жемчужина перьевого мира и наконец-то мне попалась еще одна смотрите какая красота обалденная красота здесь у нас кстати ничего не написано обычно здесь бывает написано бывает не написано здесь ничего нету смотрите вот такие вот рисунки здесь это у нас левер примерно двадцатые года начало двадцатых годов здесь есть гравировка не люблю их но что делать здесь она есть здесь у нас написано свон пен сейфти скрюкап там еще что-то написано как минимум написано внизу маби тот и еще патент написан не вижу какой год но там патент тоже на и н нью-йорк еще написано маби тот нью-йорк то есть это сделано у нас в нью-йорке в америке и здесь у нас откручивается закручивается так вот здесь у нас вот такое перышко свон номер два вот и его такая вот ручка она кстати небольшая такая я бы сказал их по-моему несколько размеров если я не ошибаюсь есть короткая длинная но я бы не сказал что это очень длинная но надо попробовать найти так что у нас здесь значит у этой ручки есть несколько проблем как я вижу видите здесь позолота слезла и здесь тоже слезла позолота буду пробовать решать это как-то здесь вот тоже слезла позолота буду искать варианты как вернуть позолоту на место возможно придется всю позолоту полностью снять и нанести заново не знаю сколько это будет стоить и как это делается но буду искать варианты вот и эту ручку надо восстановить мне кажется это очень красиво это красотища и такие вот ручки мне нравятся это винтаж даже уже ближе к антиквариату 100 лет около 100 лет ей вот и очень красивая ручка причем очень хорошая компания маби тот звон вот такая вот красота жемчужинка мне попалась за этот лот за две за все эти коробочки ручки которые вы видели я заплатил 200 фунтов 200 фунтов за все я бы не сказал что это очень выгодно вот эта ручка конечно крутая я не знаю за сколько можно такую продать но я за три года не видел таких мне такие не встречались я знаю что такие есть но у меня есть книга где такие видел но мне никогда не не попадались нигде не видел и даже не видел в продаже надо починить вот эти все некрасивые места и я думаю что это будет очень ценный экземпляр очень красивый инструмент но это не последний красивый инструмент сегодня сейчас я вам покажу еще кое-что пришла еще мне вот такая вот посылочка это из другого дома песок 74 номер был лот и сейчас посмотрим я еще не доставал так здесь всего 4 штучки но зато какие это конечно же попозже ну давайте вот это посмотрим значит здесь у нас тоже шейфер а есть коробочка такая мне кажется она сломана здесь вот видите на это неважно здесь есть вот такая ручка вот что-то там есть но здесь какая-то проблемка тоже есть видите возможно вот теперь все хорошо давайте сразу посмотрим usa и написано шейфер как видите по вот этой детальки это шейфер тарга и это у нас ballpoint pen вот он работает открывается и закрывается неплохая ручка я думаю такую можно пробовать продать за 20 фунтов это хороший экземпляр коробочка конечно не хорошая сломана там ну она есть это же неплохо так и здесь у нас что здесь у нас по пармейт кстати красивая коробочка у меня такие были уже несколько раз она вот так вот делается об 3 закрытом по примете надо ручка и открыли это у нас шариковая ручка авторучка вот но она я думаю за коробочку с этой ручкой можно попросить 10 фунтов думаю за такую сумму она может продаться вот это симпатично но самое главное что у нас тут есть это вот эти две ручки и и первое это вот эта красота это у нас паркер смотрите импринт тут чуть-чуть открыть надо вот написано made in канада паркер ваку мотик еще написано 53 возможно это пятьдесят третий год но могу ошибаться могу ошибаться надо смотреть каталог вот и проверять здесь вот такое вот большое кольцо позолота вся на месте и это радует здесь клип вот такой и мне вот такие клипы нравятся здесь написано паркер вот очень красивый клип такие я люблю все вроде выглядит неплохо здесь должно откручиваться сейчас попробуем туго идет надо наверное помыть вот открутилась и здесь у нас насос нажимать не буду заполнена но он работает видно работает и вот только надо определиться что вот здесь вот наверное помыть надо там чтобы она у нас лучше работала так и посмотрим перо да так здесь на что-то грязненько но перо у нас на месте написано паркер канада и видите там такая стрелочка кстати 14 карат тоже написано и еще какая-то циферка по-моему написано не могу сейчас разглядеть ниже тоже что-то еще написано возможно ваку мотик возможно что-то другое так и вот такой вот здесь фидер у нас симпатичная ручка мне ваку мотике нравятся винтажные вот такие вот и она в хорошем состоянии конечно же надо все починить все помыть чтобы ручка была скажем так идеальная и такая будет стоить я думаю около 100 фунтов это хорошая ручка и она ценная это ценный экземпляр вот 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 этот лот эти две ручки и тут то чтобы вода у нас по прямой и торга я купил за где-то 150 фунтов вот и смотрите что попалось еще вот такая вот красота мне нравится золотистые ручки и вот это у нас waterman waterman это очень классная компания мне тоже waterman нравится made in the usa видно здесь у нас написано тоже waterman и логотип логотипчик идеал есть небольшая потеря в позолоте ну совсем маленькая видите там такая черточка это совсем мало не вижу дентов выглядит хорошо конечно же надо почистить так здесь тоже все симпатично выглядит здесь у нас левер написано идеал здесь что-то черненькое но я думаю это просто грязь и отмоется так дента в принципе нету здесь нету гравировки отлично шикарно здесь у нас waterman made in usa тоже написано в usa и видите она не черная она потеряла цвет если мы тут откроем да вот перо есть отлично здесь видно черный цвет а здесь вот такой вот выцвел кстати модель есть вижу здесь выцвел но я постараюсь вернуть черный цвет я думаю что мне удастся вернуть черный цвет и будет очень красиво кстати давайте сначала перо посмотрим вот такая здесь секция значит идет и перышко здесь написано waterman идеал и номер два внизу написано номер два это значит что эта ручка 52 но за счет того что здесь есть вот такие вот металлические детали на золотистые вот эти вот это золото за то что здесь по золото номер не чистый 52 но тут добавлены еще цифры 0552 вот модель этой ручки 0552 это очень классная вещь сложно оценить сколько но я думаю минимум 150 долларов то есть я даже думал минимум 150 фунтов такая должна стоить возможно даже больше я к сожалению эту ручку не смогу себе оставить и даже не смогу оставить эту ручку так как кризис нет возможности надо продавать но я очень постараюсь оставить себе вот эту ручку это мне очень нравится и это очень редко вот эту ручку вы можете найти да она не настолько редкая сколько вот это хотя по размерам мне конечно фатерман нравится больше потому что свой но он какой-то малюсенький скажем тогда маловатой и даже вот если возьмем паркер паркер достаточно большой хотя он покороче но редкость вот этой ручки мне нравится и плюс ее еще надо починить как-то придумать вот эту базу лоту вернуть вот вот такой вот очень классный лот очень крутые находки вот эти три ручки это очень солидно и я рад что мне удалось их купить и вам показать всем спасибо за просмотр и всем пока